Необходимо было проверить плитку в реальных условиях. Вспомнили о проекте «Спираль». Сделали уменьшенную копию того самого «Лаптя». Изделие назвали «Бор» — беспилотный орбитальный ракетоплан. В газете «Правда» от 4 июня 1982 года появилось короткое сообщение о запуске очередного спутника серии «Космос» за номером 1374. Это был «Бор». Он сделал виток по орбите и опустился в Индийский океан. Для того, чтобы выловить космический «Лапоть», в нейтральные воды неподалеку от Австралии прибыли поисково-спасательные корабли. Часть из них шла с Дальнего Востока, часть — из Черного моря. Наконец, все собрались в заданной точке координат. Доложили о прибытии. «Бор» должны были запустить через пару дней. Там были не только поисково-спасательные корабли, а корабли охранения. Появились американские самолеты. Они стали нас облетывать довольно низко. Метров 50-60. Это очень низко. Чем самым вызвали волнение команды. Ратушев Владимир Георгиевич. Участник экспедиции в Индийский океан. Кинооператор Летно-исследовательского института. Когда «Бор» пустился на воду, сразу на воду была спущена шлюпка. В связи с тем, что «Бор» начинен ядовитым топливом, вся команда была в химзащите и противогазах. Чем вызвало сразу полное недоумение у американцев. Они теперь вообще ничего не понимали, что происходит. Но когда изделие подцепили и стали поднимать. Кстати, при подъеме изделия отломили ему нос. Была очень неблагоприятная погода. Но когда его подняли и поставили на палубу, они поняли, что это такое, они успокоились.